Коллеги, я всех приветствую на этой встрече. Рад быть с вами. Меня зовут Евгений Спернов, руководитель отдела обучения в команде «Вебинар». Да, у меня есть презентация, расскажу по ней. О чем она будет вкратце, о чем буду говорить. Это те решения, которые есть у нас, как у российской компании, которая делает различные продукты для онлайн-коммуникации, в том числе преподавателей со студентами. Какие есть решения, какие есть примеры, как все это изнутри выглядит, как это работает. Ну и постараюсь несколько по возможности кейсов тоже рассказать. У нас достаточно много вузов, в том числе, работает, использует те же самые вебинары, например, для проведения лекций. Тоже поделюсь примерами. Вкратце расскажу, над чем мы работаем из своих продуктов. Да, у нас не один продукт какой-то только лишь для встреч, потому что, да, если вы посмотрите на условно-образовательный процесс студента, то он не заканчивается тем, что просто в онлайне какая-нибудь встреча провелась, и на этом все. У нас есть несколько продуктов, которые решают больше задач. Само собой, это платформы-вебинар для проведения различных, как мы это называем, вебинаров. Да, еще можно называть лекционные форматы. Вот по примеру того, что происходит сейчас. Есть один или несколько главных ведущих, есть большое количество участников, которые смотрят на то, что происходит на экране. У нас есть сервис для онлайн-встречи-совещаний. Это такой более комфортный формат. Вот в компаниях используют для того, чтобы делать совещания и планерки различные. Это такой более комфортный формат, где 100 человек может подключиться, у них у всех больше прав, они всегда находятся в эфире, могут общаться, могут разговаривать, какие-то практические задания отрабатывают. И третье направление, которое у нас есть, третий продукт, это платформа для смешанного обучения. Не все могут прийти на встречи. Иногда нужны записи встреч, иногда нужны какие-то домашние задания, смешанное формат обучения, где-то онлайн, где-то оффлайн. Вот здесь подойдет в том числе курсовая история платформы, которая у нас есть в Vistad. Расскажу вкратце о нас. Мы с 2008 года работаем 13 лет на рынке. У нас больше 8000 клиентов сейчас и 200 из них – это госучреждения. Качество и стабильность связи держим примерно год к году на уровне 99-95%, чтобы ничего не падало, все работало стабильно. И больше 700 тысяч вебинаров, курсов и онлайн-встреч создается ежегодно. Количество участников на этих встреч, если я не ошибаюсь, от 5 миллионов, от 10 миллионов и больше. Вот наши основные клиенты, кто с нами работает, а высшая школа экономики МГИМО МИРА. Про МИРА я здесь хочу чуть-чуть поподробнее рассказать свой личный опыт, в том числе в взаимодействии с ними. Это коллеги, которые в время разгара пандемии переходили на наше решение, чтобы обучать своих студентов онлайн. И буквально за две недели они перевели порядка, боюсь ошибиться в цифрах, да. Да, там 5 тысяч студентов, 4-5 тысяч студентов онлайн и 2 тысячи преподавателей, которые проводили обучение. И мы со своей стороны, да, главная сложность здесь была – это научить именно преподавателя работать в платформе онлайн, тем более у них до этого опыт был достаточно минимальный, да. Мы их обучали тому, как работает платформа, делали различные образовательные курсы и образовательные встречи. Я сам активно в этом принимал участие. Хотя все-таки студенты, как правило, проще переходят на какой-то новый формат, да, с одной программы на другую, и там с оффлайна на онлайн им достаточно легче перейти. Преподавателей нужно все-таки обучать, и там с тех самых пор мы обучаем всех коллег, кто к нам приходит. Мы совершенно не против показать и рассказать, как работает все изнутри. Чуть-чуть про Zoom. Как вы, наверное, знаете или не знаете, но сейчас действует формат импортозамещения, из-за того, в том числе, что многие зарубежные платформы, программы, которые позволяют делать встречи онлайн, либо уходят с рынка Российской Федерации, либо нельзя продлить лицензию. Это относится как раз к Zoom, к Skype, к Microsoft Teams и к WebEx от компании Cisco. Мы сделали такую небольшую сравнительную табличку, что есть у нас, чего нет у Zoom в плане таких интересных возможностей, да. Я не буду здесь говорить про каждый, несколько затрону, да, например, загрузка и демонстрация контента. У нас это можно делать не через демонстрацию экрана. Да, она есть, но удобнее, как правило, использовать заранее подгруженную презентацию, с которой еще можно поделиться участниками во время встречи, чтобы они сами могли пролистать ее быстренько, например, до конца. Эту же презентацию ее можно делать там вздвоенно, чтобы несколько спикеров ее листали, управляли ей и так далее. Отдельно вот расскажу про техподдержку. Очень ее сильно люблю, потому что помогает в самых сложных ситуациях. То есть как работает у нас, да. Вы сделаете встречу, видите, что у вас не получается выйти в эфир, или участники пишут, вот я показываю презентацию, они пишут мне, я не вижу ее, я не вижу демонстрации экрана. Я просто пишу в чат самого мероприятия такую ключевую фразу. Сюда подключается на эту встречу поддержка, которая помогает уже либо мне, либо участникам в решении этой проблемы. Что-то нужно перезагрузить, либо устройство отсоединить, подсоединить и так далее. Причин может быть тысячи, но она помогает именно во время встречи и самого мероприятия. Может это сделать там за кадром даже, когда основной спикер продолжает какую-то лекционную часть свою. И встречи не переносятся, встречи не отменяются, участники не разбегаются, внимание и их вовлечение не теряется. Меня пару раз это очень сильно спасало на таких важных событиях, где вот уже много людей собрались, ждут начала, а я просто выйти в эфир не могу, потому что у меня какие-то там драйвера необновленные были. Тут тоже не буду рассказывать много, в принципе, большая часть есть в самой презентации. Вот несколько моментов очень важных, как правило, для образовательных организаций. Это все, что происходит с контролем присутствия участника. Например, если брать медицинские учреждения, которые проводят обучение для врачей по формату NMO, непрерывного медицинского образования, там, например, прямо в законодательстве прописано, что если это обучение онлайн, то просто что врач подключился на встречу, не будет являться фактом того, что он эту встречу посетил, услышал и какую-то пользу из нее извлек. Нужны какие-то дополнительные данные. Как пример, приводится как раз контроль присутствия, который у нас есть, который позволяет понять динамику встречи, то есть сколько участников сейчас смотрят именно на презентацию, то, что я объясняю, либо на демонстрацию экрана. А сколько участников, например, находятся в других вкладках, работают с другими приложениями и так далее. То есть про это тоже попозже расскажу. Касаемо задач, которые мы помогаем решать в образовательных учреждениях, ну, это, само собой, проведение лекций, семинаров, практиков в онлайн-формате, снижение нагрузки преподавателей за счет того, что сама по себе платформа достаточно удобная и много что можно автоматизировать в ней, там, опять же, то же самое приглашение студентов на встречи и отправку результатов, например, во внутреннюю систему обучения, которое есть. Повышение вовлеченности студентов и контроль за посещаемостью. Вот это, кстати, тоже интересный момент, казалось бы, контринтуитивный, что онлайн учиться сложнее, но на самом деле тот же опыт Мира нам показывает, что они за полгода после того, как перевели обучение на онлайн-формат во время пандемии, у них количество студентов, которые получали стипендию, выросло. Такое достаточно веское количество. Дальше. Это проведение экзаменов онлайн, сокращение времени на проверку, вплоть до возможности использования прокторинга на каких-то важных экзаменах и аттестациях. Можно очень просто увеличить охват обучения, если стоит такая задача, потому что для онлайна, в принципе, каких-то границ нет. Вот вы все вначале здоровались, вы все из разных городов. Я сам из Краснодара. У нас там город сейчас закрыт, аэропорт не работает. И, в принципе, куда-то поехать, с кем-то встретиться я по-другому не могу, кроме как онлайн. Даже вот за счет этого. Экономия времени на создание образовательных продуктов, опять же, мы делаем все, чтобы можно было делать достаточно просто, быстро, не терять время на какое-то программирование и вот все остальное, чтобы можно было сразу поделиться знаниями. Если брать внутренние коммуникации, да, опять же, помимо того, что есть общение со студентами, с коллегами, есть внутренние коммуникации. Это заседания кафедр, различные образовательные мероприятия без отрыва от основной работы. То есть можно действительно включить там встречу, которая вам интересна на какую-то тему, вот про которую говорили до этого, в отдельном окне и продолжать там заниматься своей основной работой, например. И экономия времени преподавателей и руководителей, опять же, на планирование встречи и на участие в них. Несколько таких важных сейчас моментов и преимуществ, которые есть у нас. Да, мы российский разработчик программного обеспечения, наши сервера хранятся в Москве, мы соответствуем всем внутренним требованиям безопасности, да, и в том числе государственных компаний. Техподдержка, про которую я говорил раньше, она работает, она есть у всех по умолчанию, на любом тарифе и на самых маленьких, и на самых больших, и работает она 24 часа 7 дней в неделю, опять же, неважно, в какое время будут проводиться мероприятия. Как правило, в течение, ну вот, ну да, мы смотрели, 4-5 минут подключаются на встречу. Чуть тоже попозже поподробнее расскажу. Это время на администрирование, то есть как это все выглядит изнутри, планирование мероприятия, работать с другими коллегами, если нужно встречу, помочь создать коллеге, либо попросить, например, статистику посмотреть с какого-то определенного мероприятия. Ну и плюс в количестве встреч мы никак не ограничены, и в плане продолжительности встреч, то есть у нас все встречи могут длиться по 24 часа. Этого более, как правило, чем достаточно. Да, опять же, сервера хранятся на территории России, сервера сертифицированы, есть сетевая безопасность, которая фильтрует трафик и доз-атаки, и, соответственно, законодательство в плане там внутренних проверок безопасности, в том числе разных компаний, кто является заказчиками. Немного технических моментов, да, у нас есть и облачное решение, и коробочное, в зависимости от удобства расположения на внутреннем сервере. Тут много не буду останавливаться, пойду больше дальше, именно того, как изнутри это может выглядеть. Если брать администрирование, то есть это больше для IT-специалистов, кто внедряет эту платформу у себя в учреждение, что может быть? Во-первых, IT-специалист может удобно управлять учетными записями всех преподавателей, всех сотрудников, которые приглашены. Можно использовать вот очень такой полезный, на самом деле, формат, доступ к курсам, вебинарам, встречам с помощью SSO. SSO – это формат, когда, если у вас есть корпоративная почта, вы, там, у вас есть логин, пароль от этой корпоративной почты, да, вот в моем случае она заканчивается на не mail.ru, а собака.webinar.ru. И я захожу на платформу вебинар, я попадаю на курсы встреч и мероприятия только если я ввожу данные от этой корпоративной почты. Она, соответственно, забита в систему, что я, там, числится как, например, сотрудник либо студент. Если я ссылку на встречу или на курсы где-нибудь в интернете размещу и даже там целенаправленно буду приглашать каких-то коллег или каких-то троллей на эту встречу, то они просто зайти не смогут, у них нет корпоративной почты, поэтому никак, в принципе, на встречу они попасть не смогут. То есть хорошо позволяет защитить те мероприятия, лекции, курсы, которые проходят, если есть необходимость. Да, отдельно мы говорим, имеем в виду, есть внешние мероприятия, наоборот, на большее количество участников направлено. Если брать внутренние, можно их защитить. И отдельно история про API, про него тоже расскажу. Еще один момент, вот, опять же, достаточно удобный для меня, это то, что все файлы, которые вы показываете, про которые вы рассказываете, хранятся в облачном хранилище. Их можно добавлять до начала встречи, во время встречи, отправлять после встречи всем коллегам, кому необходимо. Можно делать отдельные папки, которые, там, будут посвящены той или иной теме, и в этой папке будут храниться презентация, тесты, голосования именно для одного типа мероприятия, который вы проводите. То есть можно сделать очень удобный формат работы с документами до встреч и во время встреч. Опять же, за счет чего вот такой формат удобнее, когда показывается демонстрация экрана, чтобы показать либо файл, либо документ какой-то. Это использует дополнительный интернет-трафик. И если вдруг что-то, ну, во-первых, у участника трафик будет хуже, он будет, скорее всего, видеть все пиксельно и не видеть, нечитаемо будет написано. Либо, например, у ведущего интернет чуть станет хуже, все, демонстрация экрана станет пиксельной, тоже не будет видно ничего участникам. Все-таки те файлы, которые загружаются, конвертируются вот через файловый менеджер, они всегда доступны. Если у меня сейчас там полностью отключится интернет, выключится компьютер, да, я выйду из мероприятия, но мероприятие продолжится, презентация останется, ее можно продолжать. Кто-нибудь, например, подхватит. Еще у нас есть вот тоже важный момент, как внутри условного там тарифного плана все это работает с коллегами. У нас есть, грубо говоря, два права, две роли администратора и создателя организации. Это те коллеги, кто может добавлять тарифные планы, давать доступы на личные кабинеты сотрудника, может видеть всю статистику по всем мероприятиям, количество встреч, сколько участников было на таких встречах и дополнительно создавать встречи друг другу, другим коллегам. У нас есть роль сотрудник. Это тот участник, который может создавать свои встречи личные. У него есть свой личный кабинет со своим графиком тех встреч, которые либо ему назначили, либо он создал сам и видит только свою статистику. То есть внутри организации это достаточно удобно распределено. То есть ответственные будут видеть всю статистику по всем. Непосредственно коллеги, кто проводит мероприятия, в них участвуют, будут видеть именно свои встречи и по ним статистику и проводить их. Про интерфейс много говорить не буду. Опять же, мы сейчас на встрече на платформе вебинара. Вот можно посмотреть со стороны участников в том числе, как все это выглядит. Но да, мы тут придерживаемся формата, чтобы это все было достаточно удобно, понятно. Если брать именно формат встреч, то, опять же, идем в направление, чтобы не только было удобно и понятно, но и можно было быстро сделать встречи. То есть как выглядит условный путь пользователя. Он заходит в личный кабинет, у него есть сразу кнопка «Сделать быструю встречу», и дальше он копирует ссылку тем участникам, кто должен к этой встрече подключиться. Либо, если вы заранее знаете электронную почту, можно пригласить участников по электронным почтам. Идем дальше. Это важный момент. Мобильные приложения. То есть по нашей статистике встреч, которые проходят, как правило, если вот брать такие условно-маркетинговые партнерские встречи, не внутренних студентов, а потенциальных студентов, которых мы хотим привлечь, если вот такие встречи делать для них, например, день открытых дверей, хорошо подпадают под такую встречу, то, как правило, скорее всего, 40 плюс процентов будет подключаться с мобильных устройств. У нас есть приложение для App Store, для Google Play с рейтингом порядка 4,8 из 5 и по 50 тысячам оцененных, так говоря, вот участникам, кто оставлял отзывы. Того же самого Zoom, если не ошибаюсь, порядка 4,3 рейтинга. Покажу несколько тоже примеров интеграции с внешними сервисами. В принципе, много что можно сделать с помощью API, про него там отдельно расскажу поподробнее. Это те интеграции, которые у нас есть с Google календарем, как пример. Не буду долго задерживаться. Вкратце, логика такова, что не нужно создавать, не нужно заходить, в принципе, в личный кабинет на сайте вебинара, просто из Google календаря делается встреча, как обычно, указывается, что она будет на платформе вебинар-митингс, и здесь же для участника появляется ссылка, чтобы он мог к этой встрече присоединиться. Пока есть для Google календаря, вот буквально в течение недели-двух, насколько я знаю, у нас будет такая же возможность и для календаря Outlook. Еще один момент, да, у нас в браузере Google Chrome есть тоже расширение, которое позволяет буквально за две кнопки сделать встречу, но одно из самых интересных расширений интеграции – это интеграция с интерактивной доской мира, то есть как это технически работает. Вместо презентации, которую вы видите сейчас, на этот экран подгружается доска мира. На ней могут работать все – и преподаватель, и студенты. Очень полезно использовать ее, как правило, в каких-то там групповых занятиях, мозговой штурм провести, разбиться на команды, выполнить какое-то задание. То есть позволяет очень хорошо задействовать участников, которые присутствуют на встрече онлайн, чтобы они все-таки что-то своими руками поделали. Где-то стикеры прикрепили, поделились мыслью и так далее и тому подобное. При этом доска сохраняется в личном кабинете мира, ее можно на следующей встрече, эту же доску подтягивать и показывать, продолжать работу. Чуть-чуть про инструменты вовлечения, которые у нас есть, помимо доски мира, как, на мой взгляд, один из самых интересных инструментов вовлечения. Ее еще интересно совмещать с групповой работой, с делением на группы. Можно поделить участников на группы. От вас зависит количество этих групп, состав этих групп. Мы постарались сделать так, чтобы групповая работа была максимально похожа на то, как это происходит физически вживую. Например, у ведущего есть возможность, само собой, заходить в каждую группу, проверять, как там общаются коллеги. В этих группах 30 человек может выйти в эфир, пообщаться. И при этом у ведущего еще есть, например, такая кнопка, которая называется рупор. Он может, оставаясь в главной комнате, донести какую-то мысль, организационный момент, сказать, да, например, коллеги, мы заканчиваем через 5 минут, поторопитесь, завершайте ваши групповые задания. Он может нажать на эту кнопку, и это сообщение услышат все участники во всех группах, как пример. Вот. Дальше можно вернуться и обсудить, что получилось в групповой работе. Да, вот момент, который у нас есть еще, инструмент вовлечения, который подскажет в основном ведущему преподавателю, как обстоят дела с посещаемостью и с участием, и реальным вовлечением участников, это такой инструмент, который называется контроль внимания. Вы нажимаете кнопку во время встречи, и участники видят в этот момент такой баннер посередине, вот так он будет выглядеть, где участнику нужно нажать, подтверждаю, что он находится сейчас на встрече. Очень помогает, ну, отследить и заметить те случаи, когда участник подключился на встречу и ушел заниматься своими делами. Вот. Там в какой-то другой вкладке находится, с другой программой работает, а вы в этот момент, например, еще что-то на демонстрации экрана показывали важное, да, или объясняли какой-то пример или принцип, или организационный момент говорили важный. Что вы видите? Вы видите, во-первых, сколько участников нажало в режиме онлайн на кнопку подтверждаю, а потом в статистике вы видите, соответственно, там пофамильно, кто нажал, кто не нажал, при этом эту историю можно запускать несколько раз. То есть, как правило, как пример, если брать часовую, какую-нибудь встречу, формат вот лекции, грубо говоря, запускают в начале, чтобы понять, кто опоздал, кто не опоздал, в середине и в конце. И в каждый момент времени, да, условно, у нас участник такой молодец, три раза подтвердил, значит, он все время мероприятия присутствовал. У вас там больше уверенности в этом, чем просто там вы видите его постоянно во вкладке с участниками. Еще один тоже такой полезный инструмент, который будет помогать, понимать как раз-таки вовлечение участников, это график на записи встречи. У нас все встречи записываются по умолчанию, записываются в облако. Эти записи можно по буквально две кнопки нажать и отправить участникам, да, либо там можно их дополнительно защитить паролем, если это нужно, можно их сконвертировать в видеофайл, который, например, разместится на YouTube. В самой же записи ведущий будет видеть вот такой график, который будет показывать, то есть чем выше пик на этом графике зеленого цвета, значит, в этот момент участники были более заинтересованы в том, что происходит. То есть предпринимали, много смотрело, что сейчас происходит, много сообщений, много нажатий на кнопку огонька, то есть много каких-то действий от участников. Когда этот график идет ниже, значит, в этот момент у них какой-то активности такой не было, они начинали понемногу расходиться и не так были сильно вовлечены и заинтересованы в том, что происходит на экране и на мероприятиях. Опять же, помогает делать различные выводы из встреч и мероприятий. Раздел статистики. На нем много и долго останавливаться не буду, но просто скажу вкратце, что, на мой взгляд, одна из самых больших статистик собирается именно на платформе вебинара. Я сам поработал с большим количеством различных продуктов. Собирается, начиная от просто присутствия либо отсутствия участника на встрече, заканчивая тем, сколько времени он был, сколько времени он в реальности общался, например, во время групповой работы. И можно сразу заметить тех участников, кто у нас там отмалчивается больше всего, молчуные 2-2,5% говорят во время групповой работы. При этом вся остальная команда в среднем по цифрам 10-15%, например, разговаривает. Можно понять таких коллег и, например, им позадавать больше вопросов. Расскажу вкратце про каждый дальше из направлений. Напомню, три продукта. Вебинар, Vistadio и Webinar Meetings. Именно какую задачу он решает и что есть именно в этом продукте. Чуть-чуть уже рассказал по таким общим возможностям, которые есть сейчас, немного больше конкретики. Платформа Webinar — это платформа для создания лекций, вебинаров, где, как правило, есть большое количество участников на встрече, до 10 тысяч, и 30 спикеров могут находиться одновременно на этой встрече и вещать. При этом во время встречи, тоже важный момент, у меня вот до этого за пару часов у нас была встреча с коллегами и с партнерами, они тоже задали этот вопрос, как можно управлять различными правами во время мероприятия, дать возможность показать экран, либо наоборот, не давать такую возможность. Во время встречи всегда есть возможность все права либо участникам дать больше прав, либо участникам дать меньше прав. Это относится, во-первых, к выходу в эфир. То есть на вебинарах, где есть 10 тысяч человек, каждый участник может, в принципе, выйти в эфир, например, по очереди задать какой-то вопрос. Почему нет, если есть такая необходимость. Или наоборот, все-таки участники там просятся выйти в эфир и там по опыту выходят и не задают никакие вопросы, просто мешаются в видео и аудио-чате, можно отключить такую возможность им выходить в эфир. То же самое относится и, в принципе, к чату, да, нужен он на встрече или нет, к медиа-контенту и к тому самому показу экрана, да, либо загрузке каких-то файлов. Опять же, иногда нужно, чтобы участники загрузили свои презентации, чтобы их можно было показать всем, включили демонстрацию экрана, чтобы они там, опять же, показали, что они сделали и так далее. Что есть из инструментов для вовлечения на платформе вебинаров? Да, это демонстрация экрана, чаты и раздел с вопросами, деление на группы. 30 человек могут участвовать одновременно в каком-то обсуждении. Интерактивная доска мира для совместной работы. Рисование на пустых слайдах, то есть, грубо говоря, да, да, вот я использую как раз один из инструментов рисования, это указка называется. Также там можно рисовать на слайдах, можно делать пустые слайды. Огонек, такой аналог лайка. И плюс, да, здесь не написано, это тесты и опросы, которые помогут тесты, проверить знания, опросы, собрать какую-то обратную связь. Когда создается встреча, то каждому участнику отправляются напоминания. Опять же, это встроенный автоматический формат, не нужно тратить какое-то время. Участник регистрируется, ему автоматически на почту будут напоминания с ссылкой на встречу приходить. Опять же, если это нужно. Если участник, ну, например, не нашел где-нибудь у себя в расписании ссылку на какую-то встречу, можно сделать так, чтобы ему на почту приходили письма, где будут все необходимые ссылки. Да, вот инструменты оценки знаний, я говорил только что, голосование и чаты. Вот они, то есть можно много разных форматов придумать, вплоть до, чуть попозже расскажу, в Vistad есть прокторинг, который с помощью видеокамеры следит за тем, например, если участник сдает из дома или там дистанционно из другого города какой-то экзамен, можно будет проверить, разговаривает ли кто-то в комнате, то есть подсказывает ли что-то участнику, и как раз отвлечение на мобильный телефон, когда участник уводит взгляд. Вот очень интересная история. Мы делали совместно с компанией Proctor.edu, как раз в Vistad добавили. Да, про формат рассказал. Вот как раз про Vistad побольше здесь расскажу. Вкратце, что это такое? Это, по сути, конструктор онлайн-курсов. Так как это конструктор, можно его наполнить абсолютно разным контентом, и у нас есть курсы буквально на 5 минут, то есть посмотри запись или прочитай какой-то один абзац и пройди тест, и есть курсы полугодовые-годовые с большим количеством участников. Опять же, за счет конструктора можно сделать очень такую интересную, разнообразную программу обучения. При этом она делается не программистами, она делается не каким-то штатом разработчиков, она делается непосредственно экспертами. Если у вас есть какие-то знания, вы можете очень быстро, то есть не сложнее, чем Microsoft Word работает. Если у вас уже есть какие-то знания, например, в Microsoft Word, можно быстро перенести это в курс, дать участникам, и вы будете видеть сильно больше статистики по прохождению, по проблемам участников, либо по успехам, наоборот, участников, чем ту же самую презентацию отправить, либо Microsoft Word дать документ. В этом курсе можно, помимо текстов, картинков, как базовый момент того, что в этом курсе есть, использовать тесты, использовать онлайн-встречи, использовать оффлайн-встречи и вплоть до скором форматов уроков, таких интерактивных, которые как раз-таки создаются разработчиками. Если уже есть такие готовые, можно их перенести на онлайн-курс. То есть в зависимости от задач можно разные блоки использовать и построить абсолютно разную образовательную траекторию. Да, вот пример того, что можно из такого контента использовать рассказал. Отдельно здесь вот отмечу, что, например, почему мне нравится вот такой формат P-стадии, по сути, это делает такой формат одного окна. Участник получает только лишь одну ссылку на курс, и все. Больше ему дополнительные ссылки не нужны. Почему? Потому что по этой ссылке он будет регистрироваться на курс, в котором будут и все необходимые встречи с преподавателями из самого курса. Они будут и записи там же в этом курсе храниться будут. И он там может там брать, опять же, проходить домашние задания в виде тестов, брать оттуда какие-то материалы, презентации и так далее и тому подобное. Там же есть, например, и возможность сделать оффлайн-встречу с отметкой о присутствии на каком-то занятии, которое оффлайн проходит, если есть такая возможность и так далее. И там же есть такая альтернатива вот у группового чата в WhatsApp, где идет какое-то обсуждение, где есть преподаватель, он какой-то информацией делится. То есть там же участники могут и обсуждать в этом аналоге группового чата в WhatsApp, оставлять комментарии к каким-то постам, которые делает создатель этого курса. То есть все полностью общение будет происходить в курсе. Не нужно запоминать 10 различных платформ-вкладок, уметь с ними работать, презентация на почте, сообщения в чате, платформа здесь, платформа там и так далее. То есть постарались собрать все в одном месте. При этом не забыв про статистику, помимо, скажем так, вот как я понимаю, базовую статистику прохождения курса. Кто прошел тот или иной урок, в какой момент, на какой результат он прошел. Помимо таких базовых моментов есть, например, интересное предсказание вероятности отказа от обучения. Это система, которая научена на большом количестве студентов, которые курсы до конца не прошли. Если будет видеть, что ваш, например, студент в таком же, подходит под такую модель поведения, она сразу заранее предсигнализирует, что есть такая вероятность. У нас есть в том числе такой показатель, который отвечает за качество просмотра уроков студентам. Один из частых примеров – это мероприятие, например, на которое студент не смог посетить, но попросил запись, либо вы ему отправили запись, преподаватель делает. И вопрос в том, а вот эту запись он посмотрел по итогу или нет. Да, это остается, например, на его совести, как правило, потому что статистики нет. Но если интересно, можно посмотреть, можно эту же самую запись включить в курс. Причем, так как мы один разработчик, вы открываете файл в менеджер, а в нем все ваши записи, которые вы проходили. То есть удобно будет работать. Можно будет посмотреть по вот этому показателю качество просмотра записи. То есть вот этот, например, участник пролистал эту запись и ей время уделять не стал. Вот этот участник посмотрел запись мероприятия часового, допустим, на половину, только 30 минут. Этот участник посмотрел полностью. Также это относится и к всем остальным презентациям и так далее и тому подобное. И финально, да, вот чуть-чуть про вебинар-митингс. Это какое-то дополнение к вебинарам, к большим встречам, которые можно делать. Это, скажем так, вот прям тот самый аналог зума, как мы видим, именно для небольшого, относительно небольшого, до 100 человек, мероприятий с коллегами, с различными группами, с практическими заданиями и так далее. Да, супербыстрое создание встречи. До 100 человек может быть на этой встрече. При этом все из них будут находиться в эфире, общаться, разговаривать. Встреча не ограничивается продолжительностью. Единственное, это 24 часа. Как правило, этого более чем хватает. Также есть техподдержка. Как это работает изнутри? То есть на главной странице будут 9 участников находиться. Если мы покажем 100 картинок, видео всех участников на одной странице, просто никого не увидеть. Мы смотрели, проверяли, тестировали, как это работает. Это очень тяжело и неудобно. И, как правило, никто так не делает. На главной странице будет находиться 9 участников встречи. Все остальные участники, которые подключились, будут находиться вот по кнопке «Далее» на других так называемых вкладках. Но при этом, если вы там говорите что-то и вам задают вопрос, то вам не нужно искать, кто его вам задал, переключаясь на пятую, десятую вкладку. Участники, которые разговаривают в данный момент, они всегда находятся на главной странице. Поэтому вы там точно будете видеть, с кем вы общаетесь и кто задал тот или иной вопрос. Само собой, можно подключаться и с мобильным устройством. Достаточно удобно. Кому как будет удобнее. Такой маленький, но важный момент – это во встречах у нас есть повестка, которая помогает делать встречи эффективнее. Это одна из таких более компаний, что встречи, обсуждения, задачи не всегда эффективно проходят, спикеры задерживаются в том числе. Как это у нас работает? Во время встречи будет отдельная вкладка, там же, где находится вкладка «Чат», там же будет вкладка «Повестки». И до начала встречи можно заранее написать, о чем будет эта встреча, какие обсуждения будут. Во время встречи можно прям сразу редактировать эту повестку. Во время встречи можно редактировать эту повестку, сразу ее наполнять, кто что делает, кто за что отвечает. А после того, как встреча завершится, все участники получают вот такое письмо на почту, где показываются результаты этого обсуждения, да, и фиксируются все договоренности, которые появились во время встреч. Вот. Ну и также финально закончу еще на самом файловом менеджере, да, еще раз про его удобство. Он хранит в себе вот все тесты, все голосования, все презентации, все видео и все записи, которые вы показываете. Поэтому там, по сути, если, ну, брать такой формат голосования обратной связи, да, вот такое достаточно стандартное, которое практически всегда и везде используется, там, голосование понравилось вам мероприятие или нет, вы просто делаете его один раз, загружаете файл менеджера вот через кнопку плюс, его создаете прямо на платформе, и на нужной встрече, где вы хотите собрать обратную связь от участников, просто добавляете голосование по обратной связи. Все. У каждого голосования будут разные результаты, можно посмотреть, то есть в какой день, на каком мероприятии там те или иные результаты были, но голосование у вас одно. То же самое там со всеми остальными презентациями и записями, встречей и так далее. Вот. На этом, коллеги, я заканчиваю свою часть понемногу. Да, не рассказал про моменты важные, связанные там с ценами, с тестом. У нас вот вкратце здесь обговорю эти моменты. У нас есть бесплатные тарифы, которые можно прямо здесь сейчас пойти и открыть на сайте webinar.ru. 30 участников максимально и ограничение встречи 60 минут. Все. В принципе, других ограничений каких-то нет. Есть возможность там получить такой для всей компании большой платный тариф на 30 дней бесплатно, соответственно, посмотреть, как он там будет помогать решать те задачи, которые есть. Вот. Касаемо цен, у нас есть даже, да, то, что вы будете смотреть, скорее всего, на сайте, это отдельная ветка именно для коммерческих компаний. Для образовательных организаций у нас есть очень-очень хорошая скидка, потому что мы сами с этим достаточно давно столкнулись, что образовательным организациям нужно всегда и постоянно проводить много встреч. У них есть огромное количество студентов, которых нужно обучать постоянно. То есть большую часть времени они как раз на встречах и находятся. Поэтому есть отдельные условия для образовательных организаций. Их нужно будет напрямую с менеджерами уточнять. Я на этом заканчиваю, коллеги. Если есть вопросы, я готов подключиться и ответить. Так, хорошо. Пока вопросов не вижу, тогда всем большое спасибо. Был рад с вами встретиться. Всем хорошего остатка сегодняшнего дня. Всем пока.